О том, как правильно управлять бизнесом, каким должен быть имидж управленца и не только, будущим экономистам и предпринимателям рассказали успешные бизнесмены. Весь учебный год на базе МГТУ действовала школа молодого управленца. У нас в эту школу ходили совершенно разные дети. У нас были преподаватели, у нас были будущие абитуриенты, это школьники и лицеисты, у нас были наши студенты, более того, были работающие дети. И у нас в рамках этой школы было очень много направлений. Приходили читать лекции представители городской администрации, те люди, которые уже состоялись в бизнесе. В проекте участвовали иностранные студенты, обучающиеся в МГТУ по обмену. Для них читали лекции на английском языке. Поддержать зарубежных товарищей и попрактиковаться в английском решили студенты нашего вуза. Я начал изучать английский язык, как второе высшее образование сейчас непосредственно. Мне это интересно, это общение с иностранцами, это интересные ребята, пообщаться. Узнал много нового, менеджмент на английском, получил практику в английском языке. На выходе слушатели получили сертификат или удостоверение из рук одного из преподавателей школы, заместителя главы города по экономике и финансам Галины Калининой. Тот документ, который действительно подтверждает то, что вы можете, у вас есть потенциал, вы будете являться фундаментом. Вы даже сейчас просто не предполагаете, что ваша инициатива вот родилась, вот вроде бы вы поиграли. Но это настолько затянет вас в жизнь, и ваши знания пригодятся, потому что вас заметят. Проект «Школа молодого управленца» был реализован в нашем городе впервые. В нем приняли участие 50 слушателей. Те, кто не смог поучиться в школе в этом году, организаторы призывают не расстраиваться. Школа молодого управленца на базе МГТУ станет традиционной. Продолжение следует...